Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампери, Финляндия. Сегодня пятница, день вот такой пасмурный. Обещали днём дождь, и мы решили с Кеюшкой поехать в город. Я хочу пойти в Сокос. Я давно в Сокосе не была. Что ты ищешь? Вчерашний день. Купсик, помаши рукой. И пока стояли на остановке, распогодилось. Ну и, конечно, Сокос рекламирует уже новинки. Да, как говорится, скидки скидками. Ну вот новенькое, будьте любезны, от Lancome можно прикупить. Да, конечно, не бюджетный шоппинг, но вот здесь стоит дистрибьютор и сразу зазывает. И мы подняли с Кею на последний этаж. Здесь вот такое кирпуторе секонд-хенд. Ну и в этот контейнер можно принести пакет. И в интернете вся информация, как заполнить анкету, если вы хотите что-то продать. Ну и в прошлый раз девочки написали, Оля, очень мало они дают вот за эти вещи. То есть какой-то процент забирает в магазин. Народ никогда не продавала, не буду спорить, не знаю. Но знаю, моя подруга продавала и говорила, что и в Сокосе, и в Стокмане очень хорошо вещи продаются. Есть ли вещи фирменные, чистые, да, как говорится, почему нет. И здесь вот мужской отдел я показываю тоже. И посмотрите, какой дорогой пиджак, 159 евро. Ну, может быть, да, конечно, кто-то и купит. Ну, я очень сомневаюсь, конечно, очень много завышено цен. Ну, и, конечно, детская. Дети растут быстро. Посмотрите, в каком идеальном все состояние. Чистое, наглаженное, напаренное. И здесь работает девочка-консультант, которая фоткает. Я думаю, что они фоткают, наверное, в Инстаграм. Вот она все время подходит и что-то фоткает. Ну, молодцы, да, если они рекламируют. Это тоже всегда здорово. Ну, и, конечно, дети растут быстро. Если какое-то вот такое праздничное платье один раз было надето и, как говорится, в секонд-хенд. Да, мужской отдел большой. Я говорю своему, посмотри, какие дорогие свитера. Например, от Ганда 35 евро. То есть, конечно, да, дороговато заношенную вещь. Ну, и здесь вот написано пятно. Поэтому вот эта белая от Лухте шкурка или... Шкурка, не шкурка, а меховой полушуба. Как бюджетная. Ну, и все вот так по отделам. Я смотрю, здесь сумочки. Здесь вот, пожалуйста, обувь. Ну, тоже все чистенько. И посмотрите, есть паркинг для мужчин. Вот стоит два стула. Обуви в этот раз много. Но уже обувь вся осенне-зимняя. То есть, лето, конечно, быстро кончилось. Ну, вот сумочка, смотрю, от Майкл Корж. Ну, а нет, это не от Майкл Корж. Ну, какая-то старая модель. Да, мне кажется, старая модель. Вот там синяя стояла от Майкл Коржа. Ну, все, да, я прекрасно понимаю. Вот это тоже, мне кажется, очень старая. 69,90 сумка ходит еще вот с такими баулами блестящими. Не знаю, не видела, не видела. Ну, сандалии вот еще стоят. Если кто-то поедет в отпуск, почему нет? 54,90 эти сандали стоят. Я хочу вот такой кошелек. Но, мне кажется, за пользованный кошелек 59,90 дорого. Ему красная цена 20 евро. Видно, тоже кто-то купил, а может быть, получил в подарок. Новый такой кошелек стоит стошку. Ой, вот эта сумочка от Майкл Коржа. Да, и на нее 30% скидка. Ну, все оригинальное. Но модель вот такая. Я думаю, что модель, конечно, уже старая. 100 евро просили и 30% скидка. Много вот так по отделам. Здесь у нас синяя, здесь у нас розовая. Вот эта сумочка тоже, пожалуйста. Вот такой грузбоди. И вот эта розовая, но она вся в зацепках. Это у нас от Морелеку. Но вся в зацепках. Видно, кто-то пошел на праздник и какими-то часами или каким-то браслетом весь берет этой туники в зацепках. Здесь у нас тоже сумочка, наверное, кожа. Ну, вот симпатичная вот эта на осень кофточка. Ну, и, конечно, джинсы. Низ, низ. Вот так все показываю общим планом. Да, я думаю, что здесь, конечно, шопоголики сделают находки. И я смотрю, здесь у них Маримекко. И Маримекко новая с этикеткой. 219 евро, 46 размер. Например, но грязная наверху. Вот здесь такое пятно нашла я. Вот видите, здесь наверху. И новая, да. То есть, может быть, да, действительно кто-то испачкал и решил сдать вот сюда в секенд-хенд. Ну, в принципе, почему нет? 34,90, 54,90. Здесь много вот таких длинных. Длинные платья висят здесь. Вот эта понравилась мне. Ну, как его носить? Да, вот как его носить? Всегда нужно такой бюстгальтер, который без лямок. 59,90, размер М. Ну, маленький размер на меня, к сожалению, не налезет. Вот это платье тоже такое оригинальное, 44,90. И оно большое. То есть, тут вот такая сжатая морлевка. Как финны говорят, Индия пувила. Ну, в принципе, да, почему нет? Я, конечно, хоть и не покупаю, но вот так посмотреть, прицениться, почему нет. И здесь у нас все для праздника, праздничные наряды. Написано юхла. Ну, в принципе, да, многие покупают, ну, вот такое платье на свадьбу. Ты один раз одел, и все. А куда его? Никуда, только в секенд. В принципе, я прекрасно понимаю. И вот это, ну, я не знаю, это что такое? Это что такое брюльянте? Брульянте, брульянте. Это у нас народ Зара. Тоже, видно, кто-то купил на Рождество, на Новый год. И решил после этого отдать вот сюда в секенд. Ну, в принципе, да, посмотрите, как переливается. Здесь много вот такого красивого. Ну, опять же, вы же понимаете, может быть, какая-то мать невесты была вот в этом костюме. И потом решила, ну, куда его будет. Он висеть и год, и два, и десять, пока следующие какие-то праздники. Так, здесь у нас 79 евро кожаные туфли. Маленькая сумочка, вот такой клатч. Ну, здесь синенькие. И вот эти все на каблуке туфли. Конечно, люди покупают на праздник. Много раз, один раз одели, и все. Ну, куда они? Да, никуда. И посмотрите, в каком идеальном состоянии этот секенд. Конечно, девчонки молодцы. Все развешивают вот так красиво. Так, и здесь у нас отдел финского дизайна. Я, конечно, тоже люблю остановиться, как мне нравятся вот эти льняные платья. Но цена 269 евро за лен. Ну, да, конечно, это лен хорошего качества. Но, кажется, все равно уж чего-то как-то больно дороговато. Дороговато. Здесь все дорого. Вот эти бруча кожаные. Я тоже показывала 39 евро. Они стоили здесь. Они стоят дороже. Ну, и мой пупсик всегда меня ждет. Вот мы приехали. Кестабамуати. Он всегда сидит на каком-то паркинге. И сейчас по телевизору показали, что фирма Папу практически на, вот как говорится, крахе разорения. Не знаю, смогут ли они еще подняться. И я хочу посмотреть, что они продают со скидками. Но, опять же, вот как говорится, никогда ты не знаешь, какая ситуация. И здесь у нас вот тоже финская фирма. Вот это качество они шьют и для взрослых, и для детей, пока я стояла. Девушка подходила, тоже спрашивала, что где вот от этой фирмы детская одежда. Очень мне, конечно, нравится кайка. У нас это тоже финский дизайн. Вот такое на осень поярче. Ну, в принципе, да, скоро начнется сезон дождей. Будет серо, 129,90. Стоит эта туника. И вот это платье смотрела в прошлый раз. Я тоже, вот, пей 159,90. Ну, я подумала, что это, конечно, нужно мерить, будет ли длинновато. И здесь, видите, тоже написано Пуати. У меня был задан один раз вопрос. Оля, почему ваш магазин назывался Олком Пуати, а не Бутик? Ну, Бутик, это, наверное, во Франции. В Финляндии это Пуати. Более так, знаете, для народа, скажем так, народное название. Ну, и маленьких детей у меня нету. Но посмотрите, какая милота. Вот из этого же материала шьется детская. То есть, если мама покупает себе тунику, маленькому ребенку можно купить вот такое боди. Ну, и здесь у нас скидки, 30-процентные скидки. Ну, мне кажется, мало. Уже в конце лета можно скидки давать и 50%, а может быть и больше. Ну, 30% маловато. Ну, единственное, если в сентябре сейчас кто-то еще путешествует, может быть, кто-то еще летнее и купит. Но мне кажется, уже должны быть больше скидки. Вот это мне нравится. Вот это красивое розовое, зеленое, такими разводами. Но слишком длинновато, к сожалению, у меня на это платье не хватает росточка. И когда я показываю хаппи-сукат, вот веселые носки, многие говорили, Оля, а есть ли детские такие же? Пожалуйста, да, и детские, и женские. То есть, теперь носки носят раз на бой. Один вот как трава, второй как футбол и так далее. Ну, и я пришла вот сюда. Я всегда здесь люблю покопаться. Здесь написано «Лёй Туя». И посмотрите, народ, что нашла я. Вот такой шарф. 40% скидки. 23,99. Синий. Вот как люблю я. Сейчас посмотрю, что за материал. Ой, мне хочется вот такой шарф. Я в этом году не буду покупать новую куртку на осень. Но вот купив новый шарфик, можно будет сделать опять шаг конем. И это у нас эсприт. Ну, да, вот в принципе, как и люблю я. А больше здесь ничего вот такого красивого нету. Но вот это зеленый, это лен, лас-эссор. Но чего-то как-то не очень мне нравится. И мы с Кео прошлись по Хаминкату, по нашей центральной улице. И я смотрю, что все магазины уже рекламируют осень. То есть рекламируют новинки. Наверняка финал сел в магазине есть. Но финал сел уже не рекламируют. Все рекламируют вот такое. Утепляемся, как говорится. Красиво, утепляемся, стильно. И здесь у нас магазин финских дизайнеров. Ну, вот так смотрю на витрину. Нет никакого вот такого, что... Ой, сейчас быстро что-то с длинным рукавом нужно пойти и примерить. Да, конечно, еще тепло. И хоть обещали вот такой пасмурно, но все равно хоть ветерок, но тепло. Нету такого, что стоишь и тебя ветром сдувает. Ну и, конечно, я купила этот шарф. Не могла удержаться. Повезло, что это катон 100%. Если был бы полиэстер, как мне написали, полиэстер полиэстеру рознь. Никакой розни нету. Все равно это синтетика. Она чешется и колется. И от нее плюс-минус ноль. В холод от синтетики холодно, а в жару от синтетики жарко. Вот как полиэтиленовый пакет на шею навернуть. 23,99, почти 40 евро стоило эсприт. И вот, мне кажется, все равно такой фасончик, вот как люблю я. Ну и почему мы с кеюшкой тусуемся всегда с утра? С утра всегда мало народу. То есть всегда вот так суперски. И, конечно, так как он пенсионер, он имеет скидку с утра на автобусный билет. Ну и посмотрите, вот этот шарфик завязала я с льняной кофточкой, которую я купила в Пеллава Техдос. Мне кажется, цвет просто вот как шик, блеск, красота. Тут вот такой светло-синий, темный синий. Не знаю, хорошо ли видно на камеру. Но мне кажется, синий вот этот самое то. И шарф большой, его можно накрутить, навернуть, вот как люблю я. Ну и я достала куртку от фирмы Мазай. Я наверняка ее опять буду осенью носить. И мне кажется, с новым шарфиком будет опять шик, блеск, красота. Да, новую куртку не надо покупать. Вот купя новый шарф, здесь нету воротника. И у меня из Токмана куплена синяя шапочка. Вот, как говорится, опять я буду утепляться стильно, модно, молодежно. Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Оля из Тампера, из Финляндии. Всем физкульт-привет. Пожалуйста, напишите комментарий. Ваши комментарии всегда продвигают видео. Ну и помните, у меня есть Яндекс.Дзен канал. Не хворайте. Субтитры сделал DimaTorzok